В Никополе начинается настоящая коммунальная революция, в то время как в других городах повышают тариф на воду, здесь его снизили на 25%. С 1 февраля местные жители платят за кубометр воды 3 гривны 89 копеек. И это еще не предел, убеждены в мэрии. Вместе с дальнейшим удешевлением водоснабжения, там хотят снизить также тариф на тепло и квартплату. Как это им удается, расскажет Наталья Грищенко. Ты должен выключить воду, потом почистить зубы, а потом опять включить воду, для того, чтобы продолжать, допустим, там умыться и так далее. Экономить каждую каплю воды в семье Лилии Ткаченко привыкли все, даже дети. Иначе за услуги водоснабжения и канализации платить придется до 100 гривен в месяц. С февраля тут готовились к очередному подорожанию воды. Но случилось невероятное. Она подешевела. Если раньше за один куб воды жители Никополя платили почти 5 гривен, теперь он стоит меньше 4. На фоне всеукраинского роста тарифов, иначе как коммунальным чудом это не назовешь. Секрет этого чуда просто рассказывают в мэрии. До недавнего времени водой в городе ведало два предприятия. Водоканал подавал, предприятие западное очищало. Теперь их объединили. Очистные станции перешли в ведомство водоканала. Теперь нет двойных налогов, дополнительных затрат и, главное, раздутого штата. Руководителей на предприятиях было больше, чем рабочих. Откровением для меня было то, что порядка 50% персонала, это были именно вот эта надстройка. То есть из 200 сотрудников 100 только были задействованы на обеспечение способности очистных сооружений. Алексей Алешин один из тех, кого сократили. Он был замдиректора КП «Западное». Убежден, снижение тарифа для водоканала обернется убытками. И скоро это скажется на качестве водопроводной воды. При объективном повышении всех составляющих тарифа, электроэнергия, зарплата, реагенты, никаких объективных предпосылок для понижения тарифов нет. В Горсовете разгорелся настоящий скандал. Впрочем, тех, кто выступал за реорганизацию и, следовательно, за снижение тарифов, оказалось больше. Точку в этом споре поставил водоканал. После подсчетов там официально заявили, новый тариф экономически обоснован. Мы просчитали, что по этому тарифу у нас достаточно будет средств, дабы выплачивать зарплату, платить текущую электроэнергию. Определенные проценты, не помню, по-моему, то ли до 8, то ли что-то такое, значит, на развитие предприятия. В мэрии убеждены постепенно стоимость воды в городе можно еще снизить до 3,5 гривен за кубометр. А дальше обещают взяться за теплую квартплату. Ведь там, говорит мэр, существующие тарифы тоже завышены. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.